Всем привет! Всем привет! Вы на канале Жукова Live, сегодня с вами Женя и Настя. Отличный день, сегодня мы едем встречать наших родственников, а точнее Настину маму. Она прилетает, сегодня у нее была пересадка Омск, Москва, Калининград. Вот сейчас едем в аэропорт встречать Настину маму. Впервые мы на автовокзале Калининградской области. Хочется сказать, что очень хороший автовокзал, электронные билеты, сканер на входе, все как положено. Я даже недавно видела информацию, что управляющая автовокзала была на встрече с президентом России. И там говорилось о том, что Калининградский автовокзал является образцом по системе управления на территории всей России. Вот такие вот дела. Да, и по стоимости билета, например, мы отправляемся от станции вокзал Южный до аэропорта стоимость билета составляет 100 рублей. Поэтому, если вы хотите сэкономить деньги на такси, потому что стоимость билета примерно за это расстояние будет около 600-700 рублей за такси, ну а так вы можете сэкономить деньги. Автобус маршрут следует до аэропорта Храброво, 244-й экспресс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неожиданно оказывается в автобусе все распределено по местам, все билеты по местам. Так что, если вы не успели, то ждите следующего рейса. Такое небо в Калининграде мы снимали. Было солнечно, пришел циклон. Небо просто очаровующее. А вот он, Фронт З-6. Так выглядит Фронт З-6. Самое любимое место всех приселять. Фронт З-6. Вот и дождик прошел. Мы ехали, переживали, что попадем под сильный проливной ливень. Дождина прям такой резко начался. Да, начинали солнечную погоду. И вот так погода меняется резко в Калининграде. Ничего удивительного в этом нет. Поэтому можно из дома выйти в шортах, а уже вернуться под дождевиком. Да, не забывайте брать с собой резиновые сапоги. Ну, это шутка, конечно. А вот дождевик не помешает. Или зонтик хотя бы. Ну, бывает, когда сильный ветер, так что зонтик не помогает. Поэтому дождевик в пору. А что, будем ждать рейса, когда приземлится самолет, и там уже... Еще 20 минут. Кстати, у автобуса самый классный подъезд к аэропорту. Потому что машины некоторые остаются вот за шлагбаумом. А автобус подъезжает прям к основному уходу. Поэтому, если вам удобно отъезжать от Южного вокзала, то, конечно, пользуйтесь этим видом транспорта. Дешевле, быстрее. Ну, и, конечно же, близко подъезжает к аэропорту. Да, мы заметили, что если смотреть по Тугису, там есть остановки в городе. Но, по факту, он останавливался два раза, где садились уже люди в автобус. Но автобус был неполный. Поэтому не переживайте, если вам вдруг не достанется места. Мест хватит всем. Субтитры сделал DimaTorzok Если вы вдруг едете из аэропорта на автобусе, то вот, пожалуйста, здесь есть такой вот стенд с расписанием всех маршрутов, когда отправление и до какого времени он курсирует. Пожалуйста, смотрите. Написано на баннере, что вы можете добраться до города за 40 минут. Сегодня в аэропорту очень много людей. Но это связано с тем, что туристический сезон в полном разгаре. Все приезжают в Калининград, Большая Россия, и не только. Ну и также люди, кто живут в Калининграде, едут по пуску в Большую Россию и в другие страны. Да, кстати, здесь по отправлению написано, что основные направления – это Санкт-Петербург, Москва и Анталия. Ну, это вот сегодня такие вот рейсы, максимум много отправлений сегодня. Здесь, если вы вдруг не купили себе каких-то сувениров, то, пожалуйста, можете заглянуть в один из бутяков и приобрести какой-то интересный презент для своих родственников, друзей. Ну, или просто на себе на память. Если вдруг, гуляя по городу, вы запамятовали и не купили себе сувениров. Вот, кстати, мама по прилету хотела сходить в магазин с янтарной косметикой. Я не знаю, где в городе она находится. Если кто может подсказать, порекомендуйте, пожалуйста. Напишите в комментариях, как называется магазин или адрес, если вы знаете. Вот в аэропорту сейчас я нашла янтарную косметику. Вот цены на нее. Здесь есть и мыло, и шампуни, гели для душа, и уходовая косметика. Интересно, какой от нее эффект, не знаю. Но мама хочет приобрести на сувениры, на подарки, ну и себе, конечно же. Настя уже на низком старте, ожидает маму. Самолет приземлился, все хорошо. Заглядывает, сидит, не идет. В ожидании стоит. Ну да, кстати, перелет из Павлодара практически сутки занял, потому что нужно было добираться на маршрутке на до Омска, Павлодар, Омск. И уже потом вылет был с Омска на Москву, и с Москвы на Калининград. Да, есть небольшая сложность, потому что очень много времени проводишь именно в дороге. К сожалению, сейчас нет прямых рейсов из Казахстана в Калининград. Ну, наконец-то дождались. Благожданная встреча мамы и дочки. Две тысячи, Калининград, поехали. Все, поедем. Все, встретили. Все, встретили, выходим теперь из аэропорта. Сейчас будем смотреть, на чем можно будет уехать. Будем уже ехать на такси, потому что мой чемодан тяжелый. Вот, встретили маму Насти, добралась она хорошо, немного устала, но это путь, как обычно. В общем, сейчас мы вернемся домой, она вдохнет. Ну, а мы уже с вами увидимся в следующих видео. Поэтому не забывайте писать ваши вопросы в комментариях, ставить лайки, ну, конечно же, подписываться на наш канал. Увидимся в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok